Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и, продолжая разговор о книге Исхода, мы обратимся к 14 главе. Здесь мы находим с вами рассказ об драматичнейшем, очень поворотном событии во всей истории народа Божьего, которая, как и сам факт исхода из Египта, задает рамки того, что такое народ Божий, что такое люди, которых Бог спасает. И речь здесь идет о том, что Бог ведет народ Божий довольно извилистым и кружным путем, вовсе не напрямую в Палестину, и повелевает Моисею, расположитесь станом у моря. И говорит о том, что фараон, вот он фараон, поэтому он пожалеет, что отпустил вас, захочет их вернуть, скажет, они заблудились в пустыне, пустыня заперла их, и погонятся. И я покажу славу мою на фараоне. Вот такие слова обращает Бог к Моисею. Для современного читателя здесь есть известные сложности, потому что получается, что Бог заманивает египтян в ловушку и смотрит на то, как их в этой ловушке погубить. Но, скорее всего, это связано с тем, что современные люди, ну, хоть в первом приближении, учатся смотреть с разных точек зрения. Для древних авторов и для древнего читателя было совершенно неорганично думать о том, а как это смотрится, будь ты египтянином. Это не обсуждается, это никаким образом не имеет значения. Поэтому они вообще, все эти египтяне во главе с фараоном, не самостоятельные существа, а какие-то маски. Знаете, как на египетских росписях гробниц, плоские, повернутые в профиль. Вот схемы. Они там влекутся к гибели, как гадаринские свиньи. Да, мнение которых никто не спрашивает. Еще раз повторю. Для древнего читателя, как и для древнего автора, субъектность фараона и египтян крайне ограничена. Ну, то есть, попросту говоря, никакая. Это мы сегодня понимаем, что рассказ получился однобокий. Ну, вот, он такой. Итак, Господь говорит, как бы прозревая будущее, хотя на самом деле события произошли, и автор записывает их как бы от лица Бога прозревающего будущее. Такая сложная хронологическая конструкция. Вот, Господь говорит о том, что сердце фараона опять я ожесточу, он погонится. И так и было в реальности. Сообщили царю, что народ бежал. То есть, они же говорили, на три дня пути. Ну, вот, они ушли, причем пошли боковыми дорогами, где-то у моря остановились, совершенно непонятно, куда это они в этой пустыне идут. Три дня прошли, а на работу никто не вышел. И обратилось сердце фараона против народа сего. И они сказали, фараоны и рабы, а что это мы их отпустили-то, зачем? Чтобы они нам не работали, ну-ка верни их всех. Вот, жалость, да, ну, то есть, на самом деле, не жалость, это другое совершенно. К сожалению, об упущенной выгоде обуяло фараона и египтян, и он гонится за израильтянами, чтобы их настичь. В истории Израиля потом возникла подобная ситуация, по меньшей мере, один раз. Она описана в книге Иеремии. И, понимаете, и это, в общем, один из образцовых, эталонных примеров того, что такое подлость и низость, мелочность. Ну, уже отпустил, уже все. Нет. Уже отдал что-то. Ну, представляете, вы подарили человеку на день рождения, не знаю, что там можно ценное, книжку. Да, в мое время всегда книжки дарили. А потом, говорите, я передумал, отдай мне ее. Она мне нужна самому. Ну, кто ты после этого? Так образцовая низость совершается фараоном и египтянами. Самое печальное в этом рассказе, что он не кажется нереалистичным. Мы понимаем, что люди так поступают сплошь и рядом. И дальше автор называет это словами «ожесточил Господь сердце фараона». Ну, вот, и это тоже еще Богу приписывают. Фараон сам хорош. На самом деле, там никакого специального ожесточающего действия от Бога не требовалось. И вот фараон с колесницами гонится за израильтянами. Ну, и, конечно, они же идут с детьми, с женщинами, их много, нужна дорога, широкая. В общем, все трудно, неровности какие-то, еще препятствия. Не может быстро двигаться такое количество людей. Подобного рода многочисленные группы всегда движутся со скоростью самого медленного. И вот настигает фараон, настигли расположившихся у моря при Пи-Гахерофе, предвал цифоном. Фараон приблизился, израильтяне оглянулись, и вот видят, идут египтяне, а им некуда деться. Их характернейшая особенность исхода и того, как он рассказывает об израильтянах, это то, что они ропщут. Просто, видимо, это была важнейшая тема для предпленной и послепленной эпохи, для многих авторов псалмов, для многих людей, которые пережили трагедию плена. Важно было понять, что это мы все время уклоняемся, это мы все время отрекаемся от Бога, это мы виноваты. Вот я наведу народ сей пагубу, плод помыслов их, скажет Иеремия. Это мы согрешили и нарушили закон, хотя Бог оставался в союзе с нами. Вот это важнейшая мысль. Дело не в самокритике, а в том, что весь Ветхий Завет – это призыв к покаянию, к тому, чтобы привести свою жизнь в соответствии с законом Божьим. Вот поэтому здесь рассказ о том, что и тралитяне говорят Моисею, ну что, в Египте гробов не было, что ты привел нас сюда умирать в пустыне. Лучше нам быть в рабстве египтян, нежели умереть в пустыне. И очень многие люди, и очень многие народы, которые переживают нечто подобное, проходят через эту стадию, иногда и застревают в ней. И потом десятилетиями будут говорить, что вот там в Египте была колбаса по 2.20, и что-то там еще было – детские садики бесплатные. Вот. Бесплатная каторга в ГУЛАГе тоже была, но об этом вспоминать никому не хочется. Это, понимаете, для нас это гораздо меньше разговор о ропоте иудеев, это гораздо больше разговор о том, что мы абсолютно то же самое делаем, точно так же, ну не промениваем, но хотим, готовы променять свободу, которая нам кажется абсолютно неценной, абсолютно неценной на то, что теперь стыдливо называют стабильностью, авторы исхода честно называют рабством. Очень, на самом деле, нравственно, такой обоюдоострый текст. Но автора, конечно, интересует, в первую очередь, не это, а то, что Господь обращается к Моисею и говорит, простри руку твою на море. Там сзади египтяне, колесницы, пыль, столбом от мчащихся колесниц. Можете себе представить фараона в своей дурацкой фараоне, и шапке нелепой, значит, там, с копьем. Множество народов. Узкая полоска берега и море. И очевидно, что вот через какое-то время эти египтяне настигнут, либо перебьют, либо опять отправят в рабство. И Господь говорит, простри руку твою на море и раздели его. Но речь идет вот о том, что ангел Божий, шедший днем в облачном столбе, ночью в огненном, снялся с места, двинулся к берегу, народ Божий за ним. Моисей простер жезл и гнал Господь в воду сильным восточным ветром всю ночь. Ну, то есть, там это не прям как в кино, десятки, десять минут все ценно занимает. Нет, это долго, сутки. Сильный восточный ветер, всю ночь в этом месте расступилась вода. Тоже, как обычно, разнообразные исследователи говорят о том, что, ну, так бывает, в том числе и в тех местах, в прибрежных дюнах, когда ветры, дующие в нужное время, в нужном месте, обнажают дно, и по нему можно с трудом пройти пешком, и невозможно проехать на колеснице. Ну, вероятно, да, это действительно так. Вот, в нужное время, в нужном месте, в самом буквальном смысле, вода расступается, израильтяне проходят, а египтяне увязли в мокром песке, в илу колеса. Господь отнял колеса у колесниц их. Ну, то есть, не то, чтобы Бог незримой дланью снял с осей все колеса колесниц. Нет, вот это поэтичное выражение, Господь отнял у них колеса, а на самом деле они просто увязли. И Господь говорит Моисею, «Простри руку твою на море снова, и да обратятся воды на египтян». Ветер заканчивается, отступившая разогнанная вода, как в отлив, быстро возвращается, и погибли египтяне и фараон. Ну, мне не раз приходилось сталкиваться с тем, что современный читатель говорит, «Ай-яй-яй, бедные лошадки». Ну, ладно, там фараон все-таки очень несимпатичный, поэтому его мало кто жалеет. И египтяне, ну, их жалеют чаще, конечно, в этой ситуации. А лошадки, которые вообще ни в чем не виноваты, бессловесные твари, их жальче больше всего. Для автора не субъектны все эти персонажи. Для автора важно, что происходит с народом божьим. А для него, таким образом, картина такая. Бог разогнал воду, люди, народ Божий прошли, неминуемая смерть, которая в данном случае называется фараоном, там за ними гонится, увязла, вода вернулась. Нету этой неминуемой смерти. Все. Наступает безопасность, пусть временная и относительная в нашем мире, не бывает лично и абсолютно ничего, кроме милости Божьей. Но, тем не менее, вот наступает безопасность. Гнавшаяся армия погибла, а здесь, на этом берегу, никакие такие опасности израильтян не подстерегают. Избавил Господь в день тот египтян, простите, израильтян из рук египтян, и увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. Здесь к общему рассказу об исходе, о том, что Бог пощадил первенцев, тех людей, которые приняли для себя слово Моисея и волю Божью, как правду, кто собрался выходить. В дополнение к тому, что действительно Бог совершил этот исход, Он еще воочию, в глазах израильтян избавляет этот народ от еще одной, от неминуемой гибели. На самом деле, от еще одной, потому что у предыдущего рассказчика, помните, там в эпизоде про повивальных бабок рассказ о том, как фараон хотел уничтожить народ Божий, убивая младенцев, убивая первенцев. Для этого рассказчика, для автора этой части книги, вероятно, этот мотив не столь ясно звучит, поэтому вот в центре оказывается вот такая гибель от рук людей, абсолютно неминуемая, которую не избегнешь и от которой избавляет Бог. Событие избавления становится теперь тем, что делает этот народ народом Божиим. Ровно так же в христианскую Пасху событие избавления, которое совершает Господь Иисус на кресте, становится тем, что делает нас людьми, принадлежащими Богу. Мы те, кого Бог избавил. И вот это, собственно, главная мысль, наверное, или одна из самых главных всей книги Исхода. Тот народ Божий, который читает это повествование, это тоже те, кого Бог избавил от неминуемой гибели рукою крепкую и мышцу простертую. Исхода. Продолжение следует...